Виной всему закрытые на 4 дня в новогодние дни полигоны в Белореченском районе. Сочи напрямую зависит от их работы. В праздники вывозить мусор было некуда. Вынуждено для складирования отходов использовался бетонный участок Саха на улице Транспортной вблизи авторынка и площадка возле 14-й котельной. Сейчас весь мусор оттуда перегружают в большегрузы, а это 80 единиц техники, и вывозят на лицензированные полигоны Краснодарского края. Поступление мусора в праздники увеличилось в три раза за счет большого притока туристов. На зимнем курорте отдохнуло 503 тысячи человек. В зимний период мы получаем 550-600 тонн, а в эти дни мы получали под 1500 тонн. Поэтому произошло накопление мусора на перевалочных площадках, которое будет ликвидировано в течение ближайших нескольких дней. Обе эти площадки в ближайшее время будут закрыты. Мы уже вышли на договоренность с собственником завода ТСМ на водораздельной 1. Проект договора уже готов. В ближайший день-два, как мы надеемся, состоится подписание этого договора. И мы будем работать на лицензированной, подготовленной площадке для перевалки, для накопления и сортировки мусора. На планерке глава города подтвердил, проблема с мусором возникла из-за сбоя в работе полигонов. Образовалось 7 тысяч тонн ТБО, их вывоз идет сейчас в усиленном режиме. В будущем запланировано строительство современного мусороперерабатывающего завода. Город наряду с Москвой и Казанью планирует войти в программу «Чистая страна», которая предусматривает выделение бюджетных средств на реализацию данного проекта. Только с его вводом в эксплуатацию окончательно исчезнет проблема скапливания мусора. Срок реализации не менее трех лет. Поэтому пока придется эксплуатировать площадку завода ТСМ. Через неделю точно, наверное, возьмем в аренду и будем этим мусоросортировочным заводом пользоваться. Значит, чтобы все понимали, он по всем СНИПам соответствует. Он находится в схеме краевой утилизации бытовых отходов. И это законный завод. Говорили на планерке о продолжении в новом году работы по выявлению самостроев, о переселении сочинцев в новое жилье и сносу аварийного, на месте которого планируется строительство парковок. О проверке жилых домов многие из них используются как гостиницы, а значит требования к ним должны быть другими. Например, по качеству используемых строительных материалов. К сожалению, пожар на Костробской тому подтверждение. Там возгорание произошло из-за попадания искры на быстро воспламеняемую отделку, которая на первый взгляд красивая, но далеко не функциональная. Еще одна задача – провести тщательный мониторинг гостевых зон в преддверии чемпионата мира по футболу. Глена Всецин, Алексей Давыдов, телекомпания ФКТ.